Самореализация, работа и деньги. Как найти себя, как найти свой путь, 4 шага к самореализации, обо всем этом поговорим в этом видео. Приветствую, меня зовут Павел Холец, я тренер, коуч-психолог. И уже более 25 лет я помогаю людям найти свой путь жизни, увеличить свои доходы, стать везучими людьми, у которых всё легко получается в жизни. Я автор 4 книг-бестсеверов практической психологии, провёл свыше 1000 персональных коуч-сессий, отлично понимаю, как работает человеческая психика и чего вам, возможно, не хватает для того, чтобы вы могли найти свой путь, свою самореализацию жизни и зарабатывает на этом много красивых, лёгких, приятных денег. Что есть общего у людей, которые по-настоящему счастливы? У них есть два, собственно, две важных вещи. Первая. Они совершенно чётко знают, чего они хотят. И второе. Они к этому идут. Они не сидят в медитациях, в расслаблении, пошли в тьме вселенной, а мой волшебный путь. Нет, они делают что-то для того, чтобы могли быть по-настоящему счастливы. Из чего складываются счастья? Собственно, 4 большие компонента. Если у вас хотя бы одного из этих компонентов не будет, то счастья в жизни у вас не будет вообще никогда. Первая компонент. Это здоровье. Если у вас нет здоровья, всё остальное имеет никакого смысла. Ни деньги, ни карьеры, ни самореализация, ни успехи, ни недвижимость. Если вы лежите под капельницей где-нибудь там в больнице, в общем, и думаете, что сейчас помрёте, всё остальное отходит вообще на задний план. То есть для счастья здоровье стоит на первом месте. Но самое главное. Второе. Это хорошее личное отношение. Хорошее личное отношение с вашей семьёй, с мужем, с женой, с детьми, с друзьями, приятелями, знакомыми, с которыми вы общаетесь не потому, что вы работаете вместе или должны общаться, а потому что у вас есть какие-то общие интересы, хобби, с которыми вам просто приятно пообщаться с таким хорошим, приятным человеком. Это, собственно, второй компонент счастья. Третий компонент счастья как раз является самореализация. Самореализация в работе или в социальной деятельности, там, где вы реализуете свои таланты, там, где вы раскрываете свой потенциал, там, где вы позволяете себе проявляться в окружающий мир и как этот мир воздействует, как этот мир улучшает. И четвертое, собственно, это деньги, доход. Деньги, которые вы можете получать со своей самореализацией. И ваша самореализация нужна вам для того, чтобы вы могли быть по-настоящему счастливы. Без самореализации забудьте о счастье в жизни. Даже если у вас будет хорошее здоровье, даже если у вас будет хорошее отношение в семье, даже если у вас будет все хорошо с деньгами, но вы занимаетесь делом, которое ненавидите, которое скучное, мерзкое, поганое, отвратительное, которое вас тошнит, естественно, счастья в жизни не будет, и неважно, сколько при этом вы денег зарабатываете. Потому что самореализация, когда вы действуете из себя, из своей внутренней силы, из своего потенциала, из того, что вы должны, потому что вам хочется, вот это как раз и наполняет счастьем, когда вы занимаетесь процессами, от которых вы кайфуете. Потому что самореализация идет через раскрытие ваших талантов. Что такое талант? Талант имеет четыре компонента. Первое. Когда вы реализуете талант, вам нравится делать то, чем вы занимаетесь. Второе. Вам не просто нравится процесс, а еще вам получается делать, у вас есть хороший результат от вашей деятельности. Третье. Результат от вашей деятельности нравится не только вам, но и окружающим людям. Ну, тем, для кого предназначен результат вашей деятельности. И четвертое. Вам самим должен нравиться результат того, что вы получаете. Если хотя бы один из этих четырех компонентов выпадает, вам не нравится делать, вам не получается делать, вам не нравятся результаты, или окружающим нравятся результаты, соответственно, талант – это какая-то совершенно полная пурга. Потому что талант, еще раз, четыре компонента. Вам нравится заниматься процессом, реализация своего таланта. Второе – у вас получается это делать. Третье – вам нравятся результаты того, что вы делаете. И четвертое – ваши результаты нравятся другим людям. Потому что, например, всякого разного рода графоманы, которые пишут всякую херню, пытаются отсылать в журнал, может быть, им нравится то, чем они занимаются. Может быть, как они думают, получается всякая графоманская фигня, нафиг никому не нужна. Потому что здесь как раз истинный талант выявляется потому, насколько этот талант, результат деятельности этого таланта нравится окружающим людям, тем, которым вы это предлагаете. Причем не обязательно, что всем. Понятно, если вы занимаетесь плетением корзин, то, в общем, то, как хорошо вы плетете корзины, имеет смысл спрашивать тех, кто занимается плетенными корзинами, кто им интересуется. А тех, кто там какие-нибудь дайверов, которые ныряют под воду с аквалангом, их про это бессмысленно спрашивать. Так вот, что очень важно. Талант приносит удовольствие в процессе. Даже если у вас не будет какого-то супер-мега-результата поначалу. Это ничего страшного. Самое главное, что вам нравился процесс. Почему? Потому что если вам нравится процесс, вы будете заниматься снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова. И таким образом вы очень быстро повысите свою квалификацию. Заниматься процессом, который вам не нравится, сами по себе вы не будете. Соответственно, у вас будет возникать прокрастинация, самосаботаж, будете вечно откладывать. И в итоге у вас результаты либо вообще не будут, либо не будут очень-очень-очень медленно. Может быть, вы слышали о известном исследовании, для того, чтобы человек мог стать мастером в любом деле, ему необходимо заниматься этой деятельностью примерно 10 тысяч часов. Если вы понимаете, посчитайте по арифметике, 10 тысяч часов это примерно 4,8 года. То есть примерно 5 лет. То есть если вы 5 лет подряд, 5 дней в неделю, по 8 часов, будете заниматься увлеченно каким-то делом, через 5 лет вы станете в этом деле мастером, который сможет зарабатывать достаточно хорошие деньги, сильно-сильно выше, чем по рынку. Поэтому очень важно, архиважно, что вам нравился процесс, что вы кайфовали от того, что вы делаете. Почему это важно? Потому что я вас огорчу, вам говорят, найди свое призвание в жизни, и ты ни дня не будешь работать. Это пурга. Я могу вас огорчить, потому что я в профессии уже больше 25 лет. С 2000 года я занимаюсь психологией, коучингом, помыщем людям. Я могу вам сказать, ну там четверть века уже прошло, что даже если у вас есть любимое дело, у вас есть самореализация, у вас есть талант, у вас будут дела, которые вам не нравится делать. Что вы будете уставать от своего занятия, что он будет разонравиться, что у вас будут какие-то подзадачи, от которых вам неинтересны. И если вам основной процесс не радует, если основной процесс вас не напитывает энергией, драйвом, куражом, так как мой процесс напитывает меня, у вас не хватит силу заниматься вот этой текучкой или возвращаться за ней после того, как вы устали. Потому что еще разок, даже если у вас самое любимое, самое классное, самое любимое дело, вы от него будете уставать. Это нормально. Вы не роботы. Вы имеете полное право отдыхать. Нам нужно отдыхать, нам нужно восстанавливаться. И вот представьте, если у человека есть занятие, от которой он кайфует, и он устал, сходил в обтумки на две недели на месяц, отдохнул, остановился, пришел, и у него опять глаза горят, он опять, собственно, занимается. Это, собственно, первый персонаж, который занимается своей самореализацией, раскрытием своих талантов. И второй персонаж, которого тошнит от того, чем он занимается, от его процессов, рабочих от его занятий. Он ушел в отпуск, там напился, нагулялся, пробухался, в общем, вот пришел из железного будуна, энергии вообще ноль, и продолжает заниматься той же самой херней, от которого тошнило. Все. И вот так, собственно, и складывается, что тот, кто занимается нелюбимым, скучным делом, он тормозит, в том числе в доходах, а человек, который занимается любимым делом, он прокачивает, 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 прокачивает свои компетенции, и начинает с каждой итерации зарабатывать все больше, и больше, и больше. Почему? Потому что он становится все больше мастером. Он работает с каждым разом все лучше и лучше, приносит все больше пользы людям, если он умеет, собственно, за это брать большие деньги, ну, нормальные деньги, соответственно, его доходы тоже растут. Соответственно, я могу вас обрадовать, что таланты есть абсолютно у каждого человека. Но таланты – это то, что вы делаете легко, не задумываясь вообще, не напрягаясь. Вы зачастую можете даже не осознавать своих талантов. Соответственно, если вы хотите найти свои таланты, если вы хотите разобраться, а в чем может быть ваша самореализация, я приглашаю вас на мой мастер-класс «Самореализация. Деньги». Ссылочка находится ниже под этим видео. Регистрируйтесь, пожалуйста, прямо сейчас, потому что мы как раз и разберемся, а как вы можете найти свои таланты, которые будут приносить вам, в общем, так, что хватало и на хлеб с маслом, и с красной икрой, и с черной икрой, в общем, на все, что вы там себе хотите. Так что, хотели вы на самом деле найти свои таланты? Хотели вы найти, получить в свои руки пошаговый алгоритм обнаружения поиска своих талантов? Потому что здесь то, что я рассказал, это так вот, малюшенький, малюшенький, полпроцента того, что у нас будет на мастер-классе. Потому что у меня для вас радостная новость. Таланты свои можно открыть и в 15, и в 25, и в 35, и в 45, и в 55, и в 65 лет. Если не в курсе, полковник Сандерс, основатель KFC, запустил свою сеть KFC, когда ему было 65 лет. Еще разок. В 65 лет он раскрыл свой талант, собственно, теперь в сети KFC, в общем, питаются все эти куриные кружки и ходят по всему миру. Почему это важно? Потому что чем раньше вы найдете свой талант, чем раньше вы найдете свою самореализацию, тем более счастливая, радостная, гармоничная, успешная жизнь у вас будет, и тем больше легких, приятных денег у вас будет. Потому что деньги могут быть легкие, приятные, веселые, радостные. Когда вы занимаетесь любимым интересным делом, когда вы занимаетесь раскрытым свой талант, своей самореализацией, вот это проходит по двумя словами. Я это хочу, и для меня это важно. Это как раз дает легкие, приятные, веселые, комфортные деньги. Потому что вот такие деньги вы зарабатываете, когда, если говорить с точки зрения психологии, внутри вас действуют две ваши роли. Первая – это внутренний ребенок. Хочу, 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 хочу. И ваш внутренний взрослый. Важно. Да, я понимаю, что я хочу заниматься тем, что мне интересно, мне это важно, я это делаю. И вторая категория – деньги могут быть тяжелые, трудные, скучные. И тяжелые, трудные, скучные деньги вы получаете тогда, когда в этих процессах, в этих занятиях нет вашей самореализации. Там, где вы действуете под словами «должен», «обязан», «необходимо», «следует». И одно дело, если там снаружи на вас кто-то навешивает должностование, гораздо более тяжело, когда вы сами на себя навешиваете какие-нибудь такие тяжелые хомуты «я должен», «я должна», «я обязана». В общем, эти хомуты тащите, и, собственно, на этом разрешаете свою здоровье, свою самореализацию. Свою жизнь. Поэтому, собственно, вот эти тяжелые, трудные, скучные деньги вы зарабатываете, когда вы действуете с позиции внутреннего родителя. Если мы говорим с точки зрения психологии. Внутренний родитель подавляющий, который говорит «ты должен», «ты обязан», «необходимо», «следует», «давай, работай, еще не все сделал». Соответственно, вам вопрос. Какие деньги вы предпочли бы зарабатывать? Легкие, приятные, веселые? Или тяжелые, скучные, мрачные, трудные? Какие? Если вы хотите научиться зарабатывать легкие, приятные, комфортные, веселые деньги, я могу вас этому научить. Жмите по ссылочке под этим видео, регистрируйтесь на мой мастер-класс, там мы будем очень подробно с этим разбираться. Потому что могу сказать, что легкие, приятные, комфортные, веселые деньги зарабатывать сильно легче, чем тяжелые, трудные, напряженные. И вот эти свои деньги – легкие, веселые, приятные, комфорты – может найти абсолютно любой человек, когда он находит свои таланты. А талант, повторюсь, есть абсолютно у каждого из вас. Но вы их обычно не замечаете, потому что вы просто так живете. Оно у вас встроено, и вы чаще всего не замечаете ту силу, которая у вас есть. И чтобы вы могли найти эту свою силу, чтобы вы могли найти свои таланты, чтобы вы могли найти свой путь жизни, свою самореализацию, приглашаю вас на мой мастер-класс по самореализации деньги, ссылочка находится ниже под этим видео. регистрируется. Буду очень рад вас там видеть. А если у вас есть друзья, приятные, знакомые, которым интересна эта тема, тема самореализации, тема денег, поделитесь пожалуйста с ними этим видео, они будут вам благодарны, потому что чем больше в вашем непосредственном окружении будет людей, которые на самом деле кайфуют от своей жизни, зарабатывают легкие, приятные, комфортные, радостные деньги, тем проще деньги будет зарабатывать вам. Потому что принцип соленого огурца никто не отменял. Потому что если взять огурец обычный и поместить его в банку, там, в ведро с солеными огурцами, через какое-то время он станет соленым огурцом. И для этого не нужно стоять, мотивировать, говорить ну давай, ну ты должен просолиться. Нет. И вот таким сделал просто ваше окружение. Поэтому чем больше в вашем окружении непосредственно будет людей, у которых зарабатывают легкие, комфортные, радостные и веселые деньги, проще, легче вам будет увеличить свои доходы. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим видео с своими друзьями, приятелями, знакомыми, коллегами. Я надеюсь, что это видео окажется для них полезным. В комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, что вы думаете. Какие деньги у вас получалось зарабатывать? Потому что я всегда двигался, искал пути и организовывал, и зарабатываю легкие, приятные, веселые. Потому что когда вы зарабатываете легкие, приятные, веселые деньги, это значит, что вы делаете все правильно с точки зрения самореализации, с точки зрения Бога, если вы верите, с точки зрения вселенной, кармы, эгрего, назовите как хотите. А если деньги, которые вы зарабатываете, для вас тяжелые, трудные, напряженные, скучные, значит, лично вы куда-то отклонились от того пути, который был вам предназначен. Это не значит, что люди, которые зарабатывают приятные, легкие, веселые деньги, все остаются миллиардерами или супер-мягбогатыми людьми. Нет. Но на хлеб с маслом и икрой вам, в общем, хватит, если вы будете как раз идти своим путем, идти путем своей самореализации. Это можно сделать, это можно сделать легко, это сделал я, это сделал кучу моих клиентов, то же самое может и быть у вас. Ну что, я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если вы хотите разобраться, как найти свою самореализацию, как на этом зарабатывать большие деньги, как кайфовать, чтобы ваши деньги были, деньги, которые вы зарабатываете, легкие, приятные, веселые, ссылочка ниже под этим видео, жмите, буду очень рад вас там видеть. Ну и если вам это видео понравилось, жмите, пожалуйста, на кнопку лайк, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о том, когда на моем канале будут выходить новые видео, потому что я планирую выкладывать новые видео регулярно, мне очень много чего есть сказать, там свыше 25 лет опыта, сами понимаете, в общем, там компетенция у меня накоплена у кого-то, и, собственно, рассказывать я могу, я где-то посчитал, я где-то дней 100 могу рассказывать без перерыва, но стоп свыше 100, то, что я там все знаю, умею, какими там я, собственно, компетенциями владею, собственно, вести там тренинги, семинары, мастер-классы вот так вот, без перерыва. Так что мне, в общем, есть о чем рассказать, есть чем поделиться, чтобы у вас жизнь была классная, веселая, радостная, счастливая, изобильная, потому что мой канал про то, как быть счастливым, везучим, удачным человеком, легко зарабатывать, веселые, комфортные, легкие, большие, приятные деньги, кофевать от своей жизни, чтобы, в общем, все ваши мечты могли легко сбываться. Это можно сделать, это можно сделать легко, этому я обучаю, собственно, на моих тренингах, сейчас на мастер-классе, на моих там мастер-видео, уроках, тренингах и так далее. Так что регистрируйтесь по ссылочке ниже под этим видео, буду очень рад вас там видеть и до встречи на мастер-классе. Благодарю за внимание, с вами был Павел Колесов, мой персональный сайт pavel-kolesov.ru и да пребудет с вами сила и любовь. Я вас верю, у вас все получится. Счастливо!